Приветствуем вас! Сайт floristics.info предлагает ленивым уставшим цветоводам отдохнуть и послушать статью, посвященную растению фритилярий или рябчику. Под малознакомым нам названием фритилярия скрывается, в общем-то, всем известное и очень популярное растение рябчик. Это необыкновенной красоты весенний цветок, который прибыл в наши края из восточных Гималаев, гор Афганистана и Ирана и успешно у нас прижился. Путь рябчиков в культуре был небыстрым и непростым. В Европе они появились сначала в Италии в 1553 году, а затем фритилярия стала известна в Голландии в начале XVIII века, а уж голландские цветоводы постарались дать человечеству больше ста видов фритилярий, среди которых самым популярным и известным является рябчик императорский. В народе этот цветок носит простоватое название «рябчик», а его официальное название «фритилярия» произошло от латинского слова «фритилис», что переводится как «шахматная доска», а все потому, что у некоторых фритилярий пятна на лепестках расположены в шахматном порядке. С 1746 года в Европе выведено 12 сортов и более ста разновидностей этого растения. Но несмотря на многие различия между ними, у всех у них цветы в желто-красной гамме, хотя появились сортоформы белого цвета. Если в природе распространены рябчики простые с одним рядом цветков, то сейчас селекционеры добились того, что многие сорта представлены экземплярами с двойным и даже тройным рядом цветков в одном соцветии. Чаще всего на садовых участках можно встретить фритилярию Эдуарда – шахматную, кавказскую, камчатскую, русскую, желтую, бледноцветковую, но, пожалуй, самый популярный – рябчик императорский. Когда на клумбе зацветают фритилярии, нескушенному наблюдателю может показаться, что такой ранней весной странным образом расцвели лилии, ведь действительно рябчик по форме очень напоминают лилии или колокольчик, да и относится он к семейству лилийных. Рябчики – многолетние луковичные растения, у них облиственный стебель высотой от 10 см до 1 м. Из пазух листьев свешиваются цветки колокольчатой формы, которые собраны в зонтичные или кистевидные соцветия. Рябчики относятся к высокодекоративным, ранее цветущим весенним растениям, растущим и на солнце, и в полутени. Интересной ботанической особенностью рябчиков является дополнительная функция листьев растения. Благодаря своеобразному строению они собирают воду, попавшую на их поверхность, и по устицам направляют ее к корням. Причиной такой функциональной особенности является то, что фритилярии растут в природе в очень засушливых регионах и таким образом научились поглощать воду не только из грунта, но и из атмосферы. Основные особенности фритилярии. Размножается она преимущественно луковицами, но возможно и размножение семенами. Грунты любят питательные, но рыхлые и хорошо дренируемые. Место посадки фритилярии предпочитает хорошо освещенное. Нуждается в пересадке раз в 2-3 года. Высаживать фритилярию нужно в начале сентября. Цветки обладают неприятным запахом, поэтому их не используют для выгонки на срез. Надеемся, наш рассказ помог вам найти ответы на ваши вопросы. Мы будем благодарны, если вы поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях и оцените ее непосредственно под статьей. Также будем рады вашим комментариям. Всего доброго, до новых встреч на floristics.info. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова